доброе утро друзья у меня оставался кефир я недолго думая в кровати точнее долго блинчики затеяла мои фирменные блинчики на кефире и кипятке рецепт есть на канале они просто обалденные всем советую это вообще ни в какое сравнение не идет такие мои блинчики нежные кружевные в общем всякая вкуснятина сейчас буду их жарить печь что там есть не буду делать буду резать буду бить все равно тебе в желудке быть патч опять вот это нормально прилепляется а вот это слетает но все я нажарила они нереально вкусные буду есть со сметанкой всем приятного аппетита а 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 Продолжение следует... Пока я пыталась снять стори, стояла куда-то рядом с морем, и, короче, меня вот эту ногу накрыла волной, поэтому я иду и хлюпаю. Там, по-моему, делают фотки беременные, и большая овчарка сидит, но её сейчас при этом привяжут. На улице 20 градусов, поэтому можно и шлёпать идти. Вообще жарко, а я что-то с длинными рукавами надела, и мне как-то жарковато. Сейчас вот опять накроют, видите? Как-то буду ходить. Хотя я вчера смотрела, вода 18 градусов, так что, что на улице? Помог! Чарли там испугался овчарку, поэтому не знала, как ему быть с одной стороны овчарка, с другой стороны море. Вот, что температура моря, что температура воздуха одно и то же, поэтому можно и с сырыми ходить, ботынками. Сейчас подружка пишет комментарий, а подружка Танька живёт в соседнем городе, здесь буквально 20 минут ехать до неё. И пишет, типа, надо обмыть мои эти покупки, а я ей пишу, ты на суше, я на море мылю встретимся, а никак не будет. Так, так, это собачий кто-то потерял. Ну, очень опасно, потому что море, и меня опять накроет волной. Блин, он такой красивый. Смотрите, какой классный мячик. Вот, и говорю ей, ты на суше, я на море, то есть встретиться-то мы не можем никак, нам же нельзя тудым-сюдым. Нам только сидеть дома. Во, представляете? Новый год даже никто и не обсуждает, а смысл? Нам, во-первых, там, по-моему, комендантский час сделают, то ли с часа, то ли ещё с какого-то времени. То есть чуть поел, как говорится, эти, виноград и по домам спать. В общем, да, в этом году будем в семейном кругу отмечать Нового года. И эти. Так, мячик нацепляют, а тут кто-то узнает. Сейчас за ним, может, как мокло, весло. Так что вот, я так с ними говорю, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Вот так вот, даже чай-то не попить. Ну ладно, всё это пройдёт. Обязательно наступят новые времена. Встретимся, обмоем. А в этом году, знаете, я как к этому всему отношусь, мы отдыхаем, набираемся сил, вот, скучаем друг по другу, а в следующем году уже будем всё наверстывать в удвоенной силе. Чарли там пошёл к друзьям каким-то. С собакам, короче. Маленькие, если бы были большие, он бы не пошёл. Чарли, бамо! Винга! Сейчас полетела. Сейчас не знает, куда, с какой стороны лететь. Маленькие. Маленькие. Где Бунта? Где Бунта? Бежит, бежит. Молния моя. Он так любит на пляже бегать почему-то. Вот прям подходит сюда и давай бегать. Классненько. Так что вот так вот. Мячик нашла. Тихо, Танечка, не плачь. Не утонешь в речке мяч. Смотрите, почему я очень редко покупаю белую одежду. Вот так вот. Зачем её покупать белую одежду, когда вот этот товарищ не может лужу обойти, боится больших собак, его надо на руки брать. И вот так вот домой возвращаюсь. О! И тут штаны все. Жду, когда высохнут. Чтоб хоть как-то отряхнуться. Хрю-хрю. Была огромная лужа, и он просто не захотел её переходить. И пришлось мне его на ручки взять. Смотрите, у нас тут цветочки цветут. Вот, пожалуйста. Разные. Фиолетовые, желтенькие. Какие хотите. Смотрите. Тут вот с высоких гор спускается река. Вода горная. Видимо, ночью был дождь. Потому что прям много воды. Ну как, не особо много, но обычно здесь вообще две капли. А тут прямо сейчас вот так вот. Желтенькие цветочки красивые. Я помню, у нас весной такие в России зацветают. Прям вот в начало весны. Я уже нагулялась. Жарю рыбку. А здесь я поджариваю чесночок. Я вчера сварила фенкель. Корень фенкеля. Он обалденный. Сейчас вот в обжаренный чесночок буду добавлять отваренный фенкель. Немного вот так обжарю. Немного посолю. Хотя не надо было солить. Потому что я хочу добавить сюда хамончик. Пускай обжаривается. И когда это готово, добавлю вот такой хамончик. Для вкуса. Перемешаем. Это практически готовить не надо. С хамоном тогда. Так. Помешал немного. Минутку. Постоял. И все. Блюдо готово. Чтобы все это поженилось вот так вот. И все. Кстати, у меня тут осталось 6 блинчиков. Как раз получилось 10. Вот 4 я слопала. А вот эти вот по 3. Я их просто заморожу. Вот так в пакет положу. И заморожу. До следующего раза. И они будут как свежие. Потом просто разогрею. На сливочном масле. И будет все хоккей. И не надо стоять у плиты каждую неделю. Не, ну конечно для большой семьи 3 блинчика это фигня на постном масле. Ну а мне вот в самый раз. Ням-ням. Все готово. Тут, короче, одни кости. Голова, хвост. В общем, кости одни себе выбрала. Тут тоже часть головы. И фенхель. Все это польем лимончиком. И всем приятного аппетита. Ммм. У меня там жарится вторая партия рыбы для мужа. А я сейчас будет у меня кофе крем. Я вчера запеканку испекла. У меня новой формы. Я с икеевом не показала форму. У меня классная такая тоже заказала. Силиконовые они такие формы. Одна вот такая большая. Классная. Силикон такой, знаете, плотный. А второй я еще не помыла. А вторая вот такая форма. Она прям, вот знаете, мне в шатан машину самое то. Классная. Она такая не маленькая, не большая. И вот я вчера сделала себе запеканку. Ну, как я делаю. Я вам показывала, как я делаю. Только это... Она прям ее надо было на 3 доллара. Потому что она большая. И сейчас я вступлю. Чашку кофе. Я себе вот... У меня сегодня целый день открыто. Балкон. Все открыто, потому что тепло на улице. Тебе-то я косточки взяла. Головы там. А может аммиакать. Он вообще рыбу не умеет есть. Я вообще, знаете, когда уже увидела, что испанцы не умеют есть рыбу. Я очень удивилась. Потому что ну как так жить на море и не уметь рыбу есть. А он прям вот, знаете, давится. Когда кости какие-то или еще что-то давится. Я думаю, как так? Шкурку не ест вообще. Знаете, как это. Как ребенку надо. Короче, я после него всегда доедаю. Потому что все самое вкусное. Все самое вот так. У меня там ногти не грязные. Я там цветы один цветок пересадила. Полила там кое-какие цветы. Какие надо, какие не надо. И вот. Так что ему приходится жарить рыбу такую вот. Хорошие, скажем так, кусочки. Так, чизкейк. Ммм. Ммм. Шикарный. Ммм. Ммм. Очень вкусный. Ммм. 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 Нежнятина какая. Ммм. 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 Что-то, по-моему, я с сахаром пересладила. Не с сахаром. Он там сахар заменителем. Ммм. и тоже ложкой в банку. Ну и что? Ну ничего страшного. Нет еще. Нет еще. Пусть жарится. Вот потом ему все пенки и будет шикардос. Все, пошла кофе пить кашню. в общем пойду сейчас вот эти коробки выброшу и заодно с чарли прогуляюсь мне надеть то кроссовки то у меня мокрый ей они еще наверное не высохли и нибудь другие кроссовки наденем ты уже готов я прям в пижаме пойду до пойдем прогуляешься немножко все равно никто не видит никого нет на улице поэтому чем вырежаться более здесь мусорка недалеко в общем я пошла мне клиентка угостила гуая вы и вот такой сейчас я ее почищу и это будет мой ужин а с вами я буду прощаться до завтра вы кстати прикол я когда выходить выносила мусор думал никого на улице это там столько народа вообще я в пижаме такая слава богу в испании знаете без разницы в чем ты ходишь и как ты ходишь поэтому меня это как бы не 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 как-то не разволновало а вот youtube 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 подписывайтесь на мой канал на youtube вот спасибо вам всем за комментарии встретимся с вами завтра и всем пока пока